а можно секундочку значит это патрона ну вот этот патрон это собран на порохе нобель спорт 206 с и 2828 грамм дроби номер 7 полевой сумское отделение револьвер клаб забава сумская национальная забава экспромт спортинг машинка такая ножная с ножным управлением луфара коротышка хана так самокрут здесь порох таха 165 и 28 грамм семерки стреляем забавляемся дышим свежим воздухом получаем удовольствие готов готов дай дай браво дай готов дай ты это кетчер да нет или пинчер давай шостинский патрон он был когда-то в одном из видео там разбирали значит здесь порох сокол дробь номер 7 по дроби здесь 33 грамма пороха здесь 2,4 грамма ну в общем то так получилось что один патрон разобрали посмотрели как устроен ни разу не стрелял сейчас попробуем его стрельнуть вот так вот он выглядит вот такой вот он семерочка под пластмассой готов громче готов это спортинговое извращение mc2001 максим какой здесь патрон таха семерка да таха семерка нет это пятерка это пятерка вот так вот 24 грамма дроби вот так вот готов дай поражена необычненько несколько дачи практически двадцатка готов дай как ощущенится отлично скажи замечательно готов дай от тарелки вообще ничего не осталось видишь да готов дай вот эти вот таховские патроны подойди покажу в чем проблема плохо идут магазина почему плохо идут вот когда заканчивается донца здесь идет какая-то завальцовочка ну но она сделала настолько паскудно что она вот вот палец цепляется прям за нее и соответственно второй патрон магазин идет через пень колоду ну понятно что латунь сюда заходит без проблем а вот пластик вот именно вот этот таховский на предыдущих партиях кстати такой проблем не было ну была задержка но входило довольно таки легко особенность конструкции особенность конструкции готов дай что то я мажу но дело в том что очень кучно бьет готов дай оно бьет очень кучно для него коротковатая то есть сноб разлетается здесь получок на лупаре цилиндр понимаешь мы имеем охрененный сноб на такой дистанции а здесь идет очень кучно поэтому тут целиться надо аккуратно готов дай а второго быстрого нету да а второго быстрого нету да готов дай маэстро дай маэстро дай пыль пыль да здорово дай не все коту масляну готов дай вот это было точное попадание тютя в тютю просто в пыль . да у нас это у нас рио геймлот 16 калибр 28 грамм семерка вот такой патрон попытаемся бить тарелку дай бита отлично следующий дай на излете но есть готов рука тянется тянется к замку дай выцелят готов дай умничка браво то есть нечего на ружье пенять до ага дай готов готов дай готов очень результативно очень дай готов дай готов дай дай готов дай готов дай готов дай давайте дай дай немножко поэкспериментируем значит смысл и идея в том чтобы посмотреть насколько улучшится или не улучшится результат стрельбы из этого ружья по тарелкам с помощью установленного коллиматорного прицела благо на этом ружье это происходит очень быстро и без каких-либо проблем просто берем и устанавливаем коллиматор то что он не пристрелян ну да ну примерно выставлен по оси поэтому для дроби тем более с короткого ствола я думаю это будет не критично просто интересно глянуть насколько скажем даже не точно а насколько удобно из этого ружья стрелять по тарелке при установленном коллиматор на прицеле ну так это же совсем другой калинкор ну будем пробовать у нас на коллиматоре красная точка в кружочке видно да циркл дот так называемый маркер вот с этим маркером попробуем пострелять процесс прицеливания конечно проще дай элементарно подвел нажал есть дай упреждение даешь минимальная дай это песня с коллиматором реально проще интерес калинатор не понял чего не понял то входит и выходит вот вложить класс четенько дай не все коту масляно у тебя второй выстрел быстрый ты можешь дальше нажимать на спуск доводя до тарелки а не надо это же коллиматору очень удобно